Всем привет! Вы на канале Сергей Гончаренко. И сегодня мы распаковываем небольшую посылочку из интернет-акциона ebay. Итак, как по названию вы видели, здесь находятся два комплекта по четыре штучки аккумуляторов Panasonic Eneloup. Как вы знаете, Eneloup, если может кто-то слышал, это сейчас производит Panasonic. И это, получается, одни из лучших аккумуляторных батареек на сегодня. Чем они хороши? Тем, что, ну, во-первых, из-за того, что на ebay можно купить у проверенных продавцов фирменную продукцию. Чем же хороши данные аккумуляторы? Ну, во-первых, тем, что у них очень-очень много циклов перезарядов. А это 200 циклов. Сейчас я распечатаю, вам все покажу. Две 100 циклов перезаряда на каждую, ну, на батарейку. И, смотрите, по заявлению производителей, в течение 5 лет они теряют всего-навсего до 70%. В течение 5 лет. Что же происходит с обычными батарейками аккумуляторными, более простыми, не такими продвинутыми фирмами? А они в течение 2-х лет практически полностью умирают. Ну, там кое-что остается, но в какой-то нормальной или серьезной технике использовать уже становится проблематично, честно говоря. Я пользовался раньше вот такими вот УФОшками, аккумуляторами УФО. Это одни из практически самых дешевых аккумуляторов брендовых. Емкость 2-300, они уже 2 года отходили и потихонечку, так скажем, как я и говорил, начинают умирать. То есть, сдавать свою емкость. Естественно, за эти 2 года они, в принципе, отработали нормально. Нареканий не было, но сейчас уже начинает одна батарейка хуже работать, чем остальные. И из-за этого, скажем так, понемножечку сдают свои позиции и остальные батареи. Здесь заявленных циклов, если я не ошибаюсь, 500, по-моему, циклов заявленных в обычных батареях. Так, на вопрос, почему на ebay покупался, ну, потому что это однозначно оригинальный продукт хорошего проверенного продавца. И можно было найти, все-таки, действительно, даже с доставкой дешевле, чем... Там даже, кстати, инструкция есть. Даже с доставкой дешевле, чем в нашей стране. Вот они, NLU-пы. Да, заявленная емкость тут минимальная, 1900, средняя или типичная, 2000 мА. Вот так, мы, естественно, тестируем, смотрим, что по емкости, протестируем, как я и говорил, вот с помощью вот такого специализированного зарядного устройства Opus, которое тестирует, которым я тестирую практически все типы батарей. Для чего я брал? Брал я в основном, так как мы еще занимаемся фотографией, используем вспышки. Вспышку используем не одну, а иногда по две, по три вспышки. Вот и взял пару комплектов таких батарей. Туда лучше всего устанавливать хорошие батареи, чтобы, к примеру, там на свадебной съемке, либо там на день рождения, которое, ну, бывает, возможно, раз в жизни, возможно, не так часто, то, чтобы не получился сюрприз и вы остались без, так скажем, без вспышек, без света. Это нехорошо. Еще дополнительно я вот себе два месяца назад брал вот такие вот Xiaomi батареечки. Брал их, тоже брал, в принципе, по хорошей цене, уже нового образца. И вот за два месяца я, в принципе, успел ими немного попользоваться в тех же вспышках, протестировать уже с помощью того зарядного. А емкость это Xiaomi батарейки, как и вся продукция Xiaomi, в принципе, полностью соответствует своим характеристикам. У них еще заявлено рабочих циклов 1500. Немножечко меньше, чем в Enelup, но и того тоже очень хороший показатель. Две 100 циклов до 200-100 циклов заряда. Выдерживают, в принципе, я смотрел, они и в более высоких температурах, и в более низких температурах. Большой плюс вот таких вот батарей, это и, включая вот эти Xiaomi, это то, что они могут работать с большими токами. То есть, разряд большими токами они выдерживают. И, к примеру, если у вас есть устройства, которые, ну, очень уж много потребляют, то при большом потреблении с этими аккумуляторами, либо с этими Xiaomi, они не будут вырубаться, будут работать довольно-таки стабильно и относительно долго по их возможности. Ну, а также то, что они держат хорошо заряд. Если, к примеру, вот такие вот обычные батареи зарядить и положить, то через месяц, там, может, через полтора, заряд уменьшится, ну, может, там, процентов на 50. А в таких вот батареях саморазряд вообще минимален и хорошо, в принципе, будет держать. Еще одним немаловажным достоинством данных батарей идет то, что они с упаковки ready to use. Это означает то, что вы только купили, их только распечатали, и можете ставить и пользоваться. И ваши батареи не будут разряжены, и через минуту работы они точно так же не умрут и не попросят зарядки. Да, смотрите, вот только включился, уже готов к работе. Как вы видите, вспышка работает отлично, без задержек по перезарядке. Значит, действительно заряжены хорошо, и, в принципе, как по характеристикам указано, что они еще малый саморазряд, то не мудрено, что там их, может, месяца два-три назад, к примеру, а может, и больше зарядили, и они заряженные такие и были. Ну что ж, давайте приступать все-таки к тесту наших аккумуляторных батарей с Panasonic N-Loop. Итак, первый комплект батарей Panasonic N-Loop у нас при тесте зарядным устройством Opus C3100 в режиме Charge Test набирает вот такую вот емкость. Объясняю, Charge Test, это батареи сначала полностью заряжаются, и емкость измеряется при разряде батарей. То есть, это та емкость, которую можно снять вот с этих батарей. Это реальная емкость, которую вы получаете 2070-2080 из минимальных заявленных 1900 и 2000 заявленных типичных. Вот вам и, в принципе, стандарты такой, в принципе, раскрученного бренда полностью соответствуют, даже немного больше, чем нужно. Ну и тестируем, сейчас они полностью дальше зарядятся, и тестируем второй комплект четырех батареек с Panasonic N-Loop. Изначального заряда Ready to Use из коробки, то есть, они заряжены были почти на 1500 мАч. То есть, вы поставили и пользуетесь им достаточно долго из упаковки из коробки. Итак, как мы видим, вторая пара, точнее, не второй комплект, четыре штучки батарей, у нас не подводят так же. Видим, чуть больше 2000 мАч слито с данных аккумуляторов. То есть, вы можете рассчитывать минимум на 2000 мАч. 223, 227, 223, 247. Приблизительно одинаковое значение. И все тесты, которые проводились данным зарядным устройством, и вот этих вот аккумуляторных батарей Panasonic N-Loop, все они проводились на разряд. То есть, это была та реальная емкость, которую можно слить с этих батарей. И, как вы видите, у всех показатели были больше, немножечко, больше 2000, а это немножко больше заявлено минимальных 1900 и типичной емкости. Респект Panasonic. Ну и вот, попользовавшись данными аккумуляторами уже более двух месяцев, я, как вы видите, их отметил, вот маркером обрисовал немного, чтобы была разница между комплектами. И использовали мы их в основном в вспышках. Были довольно-таки тяжелые нагрузки для них, потому что были целые фото дни. То есть, были съемки практически по целому дню. Были корпоративы уже, были вечеринки, были свадьбы, церемонии награждения. Это все в темных залах происходило, это в ресторанах. И на этих батареях мы, в принципе, выезжали на двух комплектах отлично, целый день они отрабатывали. Помимо этого, с данными батареями, как в начале, как они полностью заряжены, и уже ближе к концу, как они практически разряжены, вспышка работала отлично и перезаряжалась практически одинаково быстро. Лайк Panasonic, лайк NLU по данным батареям. Ну и готов, в принципе, рекомендовать, кто покупает их. Надеюсь, они точно так же долго и прослушат. Всем спасибо за просмотр. Кому данное видео понравилось или было полезным, ставьте лайки. Подписывайтесь на наш канал, на нашу группу ВКонтакте, дабы не пропустить новые видео и новости. Можете внизу под видео, там где подписаться, поставить на колокольчик, чтобы вам приходили уведомления о новых видео. Ну и всем спасибо за просмотр. Всем пока.